Состоявшийся 20 октября референдум не может быть признан в качестве основания для изменения Конституции, поскольку вынесенный на плебисцит проект Конституционного закона не набрал необходимого количества голосов. Таково мнение Владимира Цуркана, одного из судей Конституционного суда. Другой судья КС Сергей Цуркан, у которого также была иная позиция, чем у большинства, заявил, что, по его мнению, на этом референдуме должны были проголосовать две трети от общего числа избирателей, а не одна треть. Постановление Конституционного суда о признании результата республиканского конституционного референдума 20 октября 2024 года опубликовано в официальном мониторе и вступило в силу. Таким образом, Конституция страны будет дополнена новым пунктом – интеграция в Европейский Союз. Однако официальный документ Конституционного суда содержит и особые мнения двух судей, которые отличаются от позиций их коллег, проголосовавших за внесение поправок в Конституцию. Судья Конституционного суда Владимир Цуркан объяснил, почему он не принял участие в голосовании во время заседания. Рассмотрев на открытом заседании результаты республиканского конституционного референдума от 20 октября 2024 года представленной Центральной избирательной комиссией, установлено, что всего в списках избирателей зарегистрировано 3 миллиона 20 тысяч 814 избирателей. Из них приняли участие в голосовании 1 миллион 531 тысяча 392, или 50,7 процентов. За проект Конституционного закона, вынесенного на референдум, проголосовали 749 тысяч 719 граждан, или 48,9 процентов от числа, принявших участие в голосовании, и, соответственно, 24,8 процента от числа, зарегистрированных в избирательных списках. Таким образом, мы пришли к выводу, что как первая часть проекта Конституционного закона, так и вторая часть не достигли необходимого порога для принятия, прокомментировал Владимир Цуркан свою позицию. В то же время Владимир Цуркан уточнил, что Конституционный суд должен был подтвердить, достигнут ли порог участия и порог голосов, необходимый для принятия закона, выносимого на референдум. Поэтому я считаю, что в данном случае Конституционный суд должен был подтвердить законность Республиканского конституционного референдума 20 октября 2024 года, но аннулировать его результаты, поскольку проект Конституционного закона не набрал необходимого для его утверждения числа голосов граждан, заявил член Конституционного суда. Со своей стороны судья Сергей Цуркан, у которого также было мнение отличное от мнения большинства, пояснил, что процедура пересмотра Конституции Республики Молдова отличается от той, которая используется для внесения поправок в органические и обычные законы. Так, согласно пункту 1 статьи 208 Кодекса о выборах, решение считается принятым в результате Республиканского референдума, если за него проголосовало большинство граждан, принявших участие в референдуме. При этом Кодекс о выборах не делает различия, было ли решение принято в рамках Конституционного, законодательного или консультативного Республиканского референдума, отметил Сергей Цуркан. В то же время, как установил Сергей Цуркан из постановления Конституционного суда, опубликованного в официальном мониторе, происходя из практики Конституционного суда, решение может быть принято на Республиканском Конституционном референдуме, если закон о пересмотре Конституции был принят квалифицированным большинством в две трети граждан, принявших участие в референдуме. Кроме того, важно отметить, что процедура референдума по пересмотру Конституции не должна использоваться в обход конституционных правил, регулирующих пересмотр основного закона. Венецианская комиссия постановила, что основной аренной процедур внесения поправок в Конституцию должен быть национальный парламент, как институт, который более всего способен обсуждать и рассматривать такие вопросы. Использование всенародного референдума для принятия решений об изменении Конституции должно быть ограничено только теми политическими системами, где этого требует сама Конституция, применяемая в установленном порядке, и не должно использоваться в качестве инструмента, избегая парламентских процедур. На основании изложенного считаю, что результаты республиканского конституционного референдума от 20 октября 2024 года не могут быть признаны, подытожил Сергей Цуркан. Напомним, что на прошлой неделе Конституционный суд подтвердил результаты референдума от 20 октября. У двух судей были особые мнения. Речь идет о Владимире Цуркане и Сергее Цуркане. Таким образом, только четверо судей подтвердили результаты референдума по внесению поправок в основной закон страны, которые закрепляют приоритет законов Европейского Союза над национальными. Плебисцит был признан действительным, так как в нем приняли участие 50,72% от общего числа избирателей. На территории Молдовы большинство проголосовавших ответили на референдуме «нет», и только в восьми районах из 32 больше голосов было отдано за ответ «да». Однако на итоговый результат референдума повлияла диаспора. Разница между ответами составила всего 0,72%. Ряд политиков, участников референдума и кандидатов на выборах президента потребовали аннулирования объявленных результатов плебисцита, указывая на нарушение процесса голосования на избирательных участках за границей.